Департамент здравоохранения области отчитался в работе, проделанной в минувшем году. Финансирование здравоохранения за отчетный период составило более 11 миллиардов рублей. Больше, чем в любой другой сфере. И эти затраты приносят плоды, уверен начальник ведомства. По итогам 11 месяцев 2014 года в Ивановской области показатель смертности от всех причин составил 16,3 на тысячу населения, что на 0,4% ниже достигнутого в аналогичном периоде 2013 года. Самый лучший показатель у регионов – снижение смертности от злокачественных новообразований. Почти в два раза по сравнению с 2013 годом увеличилось количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь. Деньги тратятся и на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. В 2014 году выполнены капитальные ремонты больницы-поликлиник на сумму почти 50 миллионов рублей. А еще на 23,5 приобретено высокотехнологичное оборудование. Кадровая ситуация пока стабильна. В 2014 году обеспеченность врачебными кадрами в Ивановской области составила 41,8 на 10 тысяч населения. Соотношение врачей среднего медицинского персонала – 1,2,5. Показатели дорожной карты выполнены. В целях улучшения кадровой ситуации в сельской местности в 2014 году осуществлялись единовременные компенсационные выполнения медицинским работникам в возрасте до 35 лет, получившим высшее образование и прибывшим для работы на село. Зарплаты врачей, по словам Михаила Ратманова, выросли в минувшем году на 25%. Среднего медперсонала – на 6,5. Младшего – на 2,5%. Остаются и нерешенные проблемы. На одну из них внимание Михаила Ратманова обратил губернатор. Скажите, пожалуйста, в каком году все жители наших крупных городов будут иметь возможность электронной записи к врачам? Алексей, даже сейчас, в настоящее время, жители крупных городов имеют возможность записи на прием к врачам? Ко всем, да? На всех участках, ко всем врачам? Во все поликлиники. Первоочередной задачей, поставленной на будущий год губернатором перед медицинским сообществом, стало оказание качественной и, главное, доступной медицинской помощи. Эта сфера, уверен Павел Коньков, по-прежнему останется приоритетной. Конечно, не без кризисной ложки дегтя. Внимание правительства к здравоохранению, оно будет неослабно и в дальнейшем мы с вами будем работать в плотном контакте. Чтобы не возвращаться к этому вопросу и сразу по этому поводу закончить с любыми спопуляциями, которые, к сожалению, сегодня иногда возникают в Турек-Области, я хочу сказать, что никакого снижения зарплаты, никакого ущемления социальных льгот, которыми где-то кто-то обладает, правительство Илановской области не планирует и все необходимые средства для этого они в бюджете заложены. Мы, конечно, можем в этом году ожидать замедления роста зарплаты, но это только связано с тем, что, скорее всего, такими быстрыми темпами не будет расти средняя заработная плата по экономике. Ситуация в сфере здравоохранения, по словам губернатора, должна оставаться стабильной, ведь экономическая ситуация в регионе главным образом скажется на пациентах, а значит, работы у докторов может прибавиться. Спасибо.